Опыт против молодости. В Первоуральске провели исторический хоккейный матч. Встречу спортивных поколений посвятили столетию комсомола. На Первоуральском льду человек-легенда. Николай Дураков девятикратный чемпион СССР. Карьеру начал в середине прошлого века. На его счету полсотни игр за сборную страны. На этом фото он в Москве на Красной площади. Вскоре после того, как получил звание лучшего хоккеиста столетия. Сейчас он дает старт встрече в Первоуральске, где провел десятки матчей много лет назад. То, что Первоуральск построил каток, это было очень значимо для русского хоккеиста. Областного прежде всего. Потому что там всегда перед зимой проводились турниры. Приезжало там восемь, шесть команд, десять команд. Матч двух поколений посвятили столетию комсомола. Самой мощной молодежной организации в СССР. Сыграть с молодежи вышли ветераны уральского трубника. Известные хоккеисты. Эта история, ее нельзя забывать. Поэтому просто собрать людей и напомнить, что была такая организация комсомольская. Два поколения на льду, две даты в календаре. Сто лет комсомолу и пятьдесят ледовому дворцу. Дворец получил название в честь 50-летия в ЛКСМ. Открытие произошло летом 68-го. И буквально ровно через год, в 69-м году, я пошел в секцию фигурного катания. Соревновались здесь не только фигуристы, но и спортсмены, играющие в русский хоккей, который, в отличие от канадского, с мячом. Ледовый в Союзе был ударной комсомольской стройкой. Спортивную арену спешили сдать к 50-летию в ЛКСМ. Ледовый дворец Первоуральска построили в 1968 году. Это была первая такая арена не только в Свердловской области, но и вообще на Урале. Вряд ли бы проект удалось осуществить, если бы это не было комсомольской стройкой, в которой задействовали 50 тысяч активистов. Один из них – Василий Наклюдский. Полвека назад он открывал здесь похожую памятную табличку. Из-за смены эпох она затерялась. Сейчас, говорит ветеран комсомола, восстановили историческую справедливость. Конечно, тут строители работали, всю черновую работу проводили комсомольцы. Чистили, убирали всю грязь и так далее. В общем, подсобными рабочими были, но напахали, работали и хотели быть полезными людьми. На матче полные трибуны. Интерес к зимним видам спорта в Первоурайске резко вырос после заявления губернатора Евгения Куйвышева. Он пообещал, что в нашем городе появится крытая ледовая арена. Это позволит спортсменам, играющим в русский хоккей, раньше начинать готовиться к сезону на искусственном льду. Комбинация. О-о-о! Сегодняшний матч завершился победой. Ветеранов. Со счетом 8-4. Молодость уступила комсомольскому опыту. Алексей Вербицкий, Александр Захаров. Новости. Первоурайск. Редактор субтитров А.Семкин